вышивка на этом готова очень сверкающие красиво получилось а теперь мы будем крепить саму основу для гребня здесь основа будет располагаться очень близко к краю я ее пришиваю для того чтобы она была хорошо зафиксирована поэтому мы будем пришивать но прежде мы ее приклеим для того чтобы она не ерзала и нам было удобнее ее пришить возьмем клей нанесем на основу прикладываем прижмем и немного подержим для того чтобы она приклеилась хорошо теперь я ее пришиваю здесь я уже пришила покажу как это делается тут такой момент можно пришивать можно нет но я ее пришиваю так как так она будет крепче сидеть и не ерзать исключим вероятность того что она разболтается просто пришивая прохожу вот здесь между зубчиками пришиваем можно пришивать не так часто некоторых местах но леску затягивать сильно далее берем нашу кожу для изнанки и приклеиваем дадим подсохнуть клей подсох и теперь мы переходим к заделочному шву на леске уже есть узелок и мы его будет прятать между двумя слоями кожи прокалываем один слой узелок окажется внутри прокалываем два слоя в том же месте у меня здесь достаточно толстая кожа игла немного гнется ну ничего страшного здесь получается петелька проходим через нее и подтягиваю вот таким образом мы начали заделочный шов далее набираем на иглу две бисеринки я беру золотую голубую две бисеринки снова прокалываем два слоя ну и далее мы всегда прокалываем два слоя вот петля здесь бисер останется слева и мы идой проходим в эту петлю и подтягивая вот таким образом бисеринки встают снова набираем 2 и всегда набираем 2 бисер останется слева проходим в петельку подтягиваем вот таким образом здесь есть небольшой сложный момент так как у нас здесь люби гребня я покажу как шить так чтобы бисеринки остались сверху мы потому и держим вышивкой к нам чтобы бисер оставался с этой стороны набираем также как всегда две бисеринки и и прокалываем два слоя кожи так как игла прошла здесь мы просто проводим нашу нить или резку чем вы шьете между зубчиками и оставив бисер слева да здесь может она запутываться в этом и вся сложность что она запутывается между зубьями небольшой такой сложный момент нужно просто не торопиться немного потерпеть вот и подтягиваем нет у меня опять слезка ушла вдоль зубчик а вот подтягиваем вот так получится снова набираем 2 прокалываем также два слоя здесь игла уже оказывается между этими зубчиками вот таким образом проводим леску между этими зубьями вот она у нас и входим в эту петельку оставив бисер слева то есть мы шьем такой же заделочный шов просто нужно нам проводить нашу нить между зубьями и подтягиваем вот таким образом так шьем по кругу так получается когда мы шьем между зубьями то есть бисер останется снаружи на лицевой части а здесь будут просто стежки то есть у нас леска проходила между зубьями так это получается достаточно аккуратно заделочный шов у меня практически завершён сейчас я покажу как спрятать леску здесь осталось две бисеринки то есть мы входим иглой вместо первого стежка подтягиваем вот далее проходим углу две бисеринки две первые бисеринки делаем стежок то есть также как обычно накидываем пару петель воздушных подтягиваем здесь узел спрячется между бисеринке подтянули сделаем так еще раз снова проходим две бисеринки накидываем пару петель подтягиваем таким образом мы сделали уже два узелка этого будет достаточно далее мы проходим через бисер но здесь как вам нравится 456 можно больше вот то есть мы проходим просто через бисер натягиваем и при натяжении отрезаем можно смело отрезать такой прекрасный гребень у нас получился он очень переливается блестит с кристаллами жемчиком свороски очень красивая кружево французская отличная вещица я бы сказала такой очень изящные милые аксессуары достаточно красивый получилось аккуратно так вот это выглядит надеюсь вам было все понятно очень интересно и познавательно и до новых встреч в мастер-классах выключаем да и